Шалом, друзья! Друзья, сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о Израиле, о предназначении Израиля. И я бы хотел, чтобы мы немножечко поразмышляли и задумались над вопросом, собственно, что такое Израиль и для чего Бог создал Израиль. Причем я сознательно говорю «создал», а не «избрал», потому что если мы посмотрим внимательно на библейскую историю, на библейское повествование, то мы можем увидеть, что Бог сначала все-таки его создал, а потом избрал. Избрал одного человека, Авраама, потом избрал народ, но в промежутке от Авраама до избрания было создание, процесс создания, процесс рождения народом, о чем говорит и Писание, и еврейская традиция. И хотел бы просто показать несколько идей, точнее одну центральную идею, которую я озвучил таким образом. Израиль как храм, как платформа, на которой народы мира, человечество встречается со своим творцом. Еще раз, платформа, на которой народы мира встречаются со своим творцом. Потому что мы знаем, что в результате грехопадения человечество, собственно говоря, отпало от своего Бога, от своего Господа, от своего творца и стало в оппозицию. И это как две враждующие стороны. И для того, чтобы произошло примирение, необходимо создать некую платформу, на которой должны быть каким-то образом разрешены разногласия между этими двумя противоборствующими сторонами. Поскольку человек сам на это не способен, а у Бога есть определенный замысел для человека, Бог, собственно говоря, и инициирует создание этой платформы. И мы можем, проследив по писанию, увидеть некоторые интересные идеи. Но для начала я хотел бы все-таки показать, ну дать такую как бы аллегорию. И прошу не судить строго, если кому-то покажется, что где-то в чем-то она не точна. Она и не должна быть идеально точна. И не должна согласовываться со всеми деталями писания. Но сама идея, мне лично кажется, очень даже интересна. Это аллегория, я ее называю садовник и сад. И вот давайте представим себе такую картину. Бог насаждает или садовник насаждает сад. Но этот сад в силу определенных обстоятельств одичал. И вместо того, чтобы приносить вкусные, хорошие плоды, он начинает приносить дичь какую-то. Ну, кто знает, вот можно сравнить, скажем, кто когда-то пробовал дикий виноград и культивированный с полей, за которым ухаживают, которые взращивают. Или, скажем, дикая вишня, дикая яблогня. Это все плоды. Они, конечно, плоды, но они не настолько вкусные, не настолько полезные, не настолько насыщенные, как вот реальные плоды из культивированных садов и огородов и виноградников. Так вот, сад, который был насажден, он одичал и перестал приносить должные плоды. И садовник пришел, осмотрел, ну, скажем так, какая-то болезнь произошла. У деревьев тоже бывают болезни, из-за которых они перестают плодоносить, из-за которых они деградируют и просто вымирают, высыхают. Так вот, садовник пришел, осмотрел этот сад, увидел, что все деревья поражены болезнью и печальная очень картина. Что же он делает? Он находит среди всех этих деревьев одно единственное дерево, которое с его точки зрения еще не настолько глубоко поражено. И в нем еще есть какие-то задатки того, что это дерево может возродиться и может начать приносить плоды. И он это дерево ограждает от всех остальных деревьев, остальные деревья предоставляет самим себе. А это дерево он начинает окапывать, удобрять, ограждать от насекомых вредных и так далее и тому подобное. То есть культивировать. И со временем это дерево начинает реально приносить хорошие плоды. Значит, и тогда что делает садовник? Тогда садовник начинает обхаживать те одичавшие деревья и срезает по одной веточке с каждой из них, с каждого дерева и прививает к этому дереву. И для того, чтобы было понятно, что это не человеческое действие, потому что здесь мы явно приходим к тому месту Писания, где Павел сравнивает Израиль со смоковницей, а другие народы как одичавшие деревья. И он говорит, что не по природе привитые. Что значит не по природе? Я, будучи еще ребенком и приезжая к дедушке своему, он любил вообще садоводство, огородничество. У него, к примеру, в огороде было дерево, на котором росла и груша, и айва. Во дворе стояла большая шелковица, на которой росла и черная шелковица, и белая шелковица. Он это прививал. И он мне рассказывал, каким образом этого вообще делается. Для того, чтобы создать крепкое растение, которое было бы устойчиво к различным природным катаклизмам, как-то заморозки, ветры сильные и все такое, жара, значит, берется именно дикое дерево, изначально корень дикого дерева. И это, ну, дерево, это саженец этот высаживается, и он вырастает. Но он дикий, плодов он не принесет столько, сколько хотелось бы. Но он будет устойчив к различным погодным условиям. Значит, когда он уже вырастает, я помню, как мы с дедушкой ездили в колхозные сады, и дедушка, вот вишню в частности, вот так вот он прививал, значит, он срезал определенные веточки с вишни, с хорошей, такой вкусной, крупной вишни, срезал эти веточки, приезжал к себе в огород и прививал эти ветки хорошей плодоносной вишни к старому, ой, к дереву, которое, которое дикое. Значит, и получается, что на устойчивом стволе, на устойчивом корне появляются плодоносные ветви, и эта вишня, впоследствии, через несколько лет, действительно разросшись, будучи привитой, она приносила очень много вишни, она была крупная, вкусная, сочная такая, но, как бы, идея в чем? К дикому корню прививается культурная ветвь. То, о чем говорит Писание, и о чем я показываю в аллегории, что к культурному дереву, к плодоносному дереву прививаются дикие ветви, и это не по природе. То есть, на самом деле, смысла в таком действии в нашем мире нет. Но Бог делает нечто сверхъестественное, то, что в природе не приносит результата, но есть ли что невозможное для Господа? Господь решил, что таким образом Он будет действовать. Он в своем праве, потому что Он Господин, Он хозяин этой вселенной и хозяин нас. Так вот, возвращаясь к этой аллегории, когда эти ветви потихонечку начинают питаться от сока и корня вот этого вот культурного дерева, облагороженного, они также оживают и также возвращаются к своей первозданной природе, и начинают также плодоносить. В конечном итоге, в этом саду, в аллегорическом саду, мы можем увидеть дерево, на котором растут и яблоки, и груши, и вишни, и айваи, и персики, и бананы, и все, что только пожелает душа. Это, конечно, аллегория, это сказка. Ну, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Это вот то, что я хотел показать для того, чтобы мы хотя бы в общем имели представление о том, какова цель у Бога. Значит, и вот, собственно, вот это вот дерево, это вот та самая платформа, которая необходима для того, чтобы Творец восстановил отношения со своим творением. Значит, и давайте мы сейчас пройдемся по некоторым местам Писания и попытаемся увидеть вот те идеи, которые Бог открывает нам для того, чтобы нам было понятно, в чем вообще состоит его замысел и какую роль во всем этом играет Израиль. Значит, Бытие, 9 глава, с 24 по 27 стих. «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Ханан, раб рабов, будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом ему. Да распространит Бог Еофета, да вселится он в шатрах Симовых, Ханан же будет рабом его». И здесь очень интересная фраза, и эта фраза – это как пророчество. «Благословен Господь Бог Симов». Сим был первенцем. Мы знаем, что у Ноя было три сына – Сим, Хам и Еофет. «Сим был первенцем». И здесь Ной говорит, благословен Господь Бог Симов, да распространит Бог Еофета, да вселится он в шатрах Симовых. И вот интересно, тут фраза таким образом постановлена, что раввины сходятся в том, что здесь можно понять двояко. Я думаю, что эта двоякость – это две разные стороны одного и того же явления. «Благословен Господь Бог Сима, который распространяет Еофета, и Еофет должен вселиться в шатры Симовы, в которых обитает благословенный Господь Бог Симов». То есть, картина какая? Есть Сим, как первенец Ноя, есть Бог, который спас Ноя и его семью от потопа, судив мир, судив грех этого мира, уничтожив все, что было мерзостью пред его лицом. И, значит, есть шатер Симов и Еофет, который распространяется. Он должен поселиться в шатрах Симовых. И традиционный комментарий, Еофет – это вот современная западноевропейская цивилизация, частью которой мы являемся, значит, призвана вселиться в шатры Симовы. То есть, Сим, имея своим потомкам Израиля, он имеет отношения с Богом, имеет откровения, имеет принципы построения жизни здесь на земле. И вот западноевропейская цивилизация, или все человечество, оно призвано вдохновиться теми откровениями, теми заветами, теми отношениями, которые есть у потомка Сима, у Израиля, и жить в соответствии с этим. Значит, и тема шатра, она дальше простирается через все Писание. Значит, мы знаем, что Авраам странствовал и жил в шатрах. Потом у Авраама были потомки Исаф-Яаков, вот Бытие, 25 глава, 27 стих. «Дети выросли, и стал Исаф искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». То есть, опять же, мы видим вот эту вот идею шатра, жизнь в шатре и отношения с Богом. И мы сейчас не будем вдаваться в глубокое исследование жизни Якова и Исафа, но мы знаем, что именно Яков удостоился того, чтобы войти в завет с Богом в третьем поколении, вот в череде Авраам, Мицхак и Яков. Значит, дальше, идея человеческого сообщества, базирующегося на каких-то определенных принципах, выраженная в образе определенного здания, строения или конструкции. Значит, мы знаем историю про Вавилонскую башню. Значит, и вот есть такая интересная идея, Вавилонская башня, как противостояние Шавуоту. Почему я связываю эти два явления? Шавуот, я имею в виду именно Шавуот, в который Дух Святой сошел на учеников Ишо. Почему я связываю эти две истории? Потому что и там, и там происходила история, происходило чудо с языками. Значит, мы знаем, что Писание говорит, что на всей земле был один народ, у них был один язык. Но мы должны понимать, что в еврите есть, опять же, разные слова, которые на русский язык переводятся как язык. Если мы посмотрим более детально, что сейчас у нас, к сожалению, нет времени, я просто выдаю саму уже идею. Значит, если про Вавилонскую башню у нас говорится в 11 главе, в 10 главе, значит, у нас, когда перечисляются потомки Иофета, это 10 глава, с 2 по 5 стих, вот 5 стих, от них населились острова народов, в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Когда перечисляются сыны Хамовы, это у нас 20 стих 10 главы, это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. По потомкам Сима, 10 глава 31 стих, это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Значит, то есть мы можем увидеть, что, в принципе, к тому времени, когда было задумано строительство Вавилонской башни, уже были различные языки. И когда Писание говорит о том, что был у них один язык и одно речие, здесь речь идет об единомыслии определенном, об единстве целей, потому что вот Бытие 11 глава, 4 стих, «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». То есть люди того времени задались целью создать некое строение, которое бы сделало бы человечеству имя. Цель этого – прославление себя, или то, что мы сейчас можем назвать гуманизмом. И в результате Бог вмешивается в этот процесс и смешивает языки, то есть, другими словами, Он нарушает вот это вот единство, вот это вот взаимопонимание. То есть люди говорили на разных языках, но у них была одна идея, одна цель – прославить себя, сделать себе имя. И Бог нарушил это единство и нарушил это взаимопонимание, потому что Он сказал, если они взялись за это, то они добьются своего. А это приводит в конечном итоге к гибели человечества, а Бог в этом не заинтересован. Поэтому Он вынужден смешать языки, нарушить взаимопонимание, для того, чтобы люди отстали от этого глупого занятия. И мы видим чудо с языками. Бог с единством понимания, говорение на разных языках, но при всем при этом единое понимание и единая цель. Что же происходит в день Пятидесятницы, в Шавуот? Это у нас книга Деяний, 2 глава с 1 по 11 стихе, прочитаю. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы несущегося сильного ветра. И наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою. Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, понта и Асии, фригии, панфилии, Египта и частей Ливии? И так далее, и тому подобное. Вот критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть мы видим тоже языковое чудо, но это чудо, это как вавилонское, только вывернутое наизнанку. Мы видим опять, что опять люди говорят на разных языках, но они говорят не на своих наречиях, а на тех, которые давал им Дух Святой. При всем при этом, все люди, которые там присутствовали, их понимали. Цель этого чуда было явить славу Божию, рассказать о великих делах Божьих, для того, чтобы люди, засвидетельственные этим чудом, этим явлением, обратили свои сердца к Господу. И мы знаем, что в результате около трех тысяч человек покаялась. И это удивительно. То есть вот эти два интересных исторических эпизода, которые являются как бы зеркальными отражениями друг по отношению к другу, где в первом случае человечество ставит своей целью прославить себя и сделать себе имя, а во втором случае цель, опять же, действия Божьего и людей в этой истории. Цель этого прославить Господа и явить Его дела, Его чудеса для человечества. Теперь я хотел бы... Ну, то есть смотрите, какая здесь идея. Значит, мы знаем, что Вавилонская башня это, опять же, некий прообраз, прообраз нынешней современной цивилизации. Вавилонская башня, она строилась из кирпичей. Написано, что они вместо камней использовали кирпичи. Почему вместо камней кирпичи? Потому что каждый камень имеет свою форму. И строить из такого камня что-то грандиозное человеку не под силу. Человеку необходимо его обработать. Но человечество пришло к другому решению этой проблемы. Начали изготавливать кирпичи одинаковые, ничем не отличающиеся друг от друга. И еврейская традиция говорит, что в это время цена одного кирпича превышала цену жизни человека. То есть человек не значил ничего. Цель, которая была поставлена, она значила все. Кирпичи значили все. Человек не значил ничего в этом проекте. Хотя вроде бы и гуманизм, вроде бы прославить имя человека, создать имя человеку. И интересно, что этот подход, это собственно, этот принцип, на котором базируется вообще строительство Вавилонской башни, это принцип построения нынешней западноевропейской цивилизации, где цель оправдывает средства. жизнь человека не значит ничего, но все делается вроде бы как во благо человеку. Парадокс какой-то. Значит, с другой стороны, мы знаем, что сошествие Духа Святого, которому предшествовало служение Ишо, Мессии, Иисуса Христа, его смерть, воскресение, это все ставит своей целью создание единого народа Божьего под единым главой Иисусом Христом, Мешу, Мессией, Царем Израиля. Значит, и это общество, тоже человеческое общество, оно базируется на совершенно других принципах, на принципах Божьего Царства, на принципах ценности человека как Божьего творения, как Божьего Сына, как Божьего слуги, Божьего сотрудника, и тут уже масса образов, дополняющих друг друга. Но ценность человека в этом видении, в этих принципах, она несравненно выше ценности человека в идее с Вавилонской башней. Теперь давайте посмотрим еще и собственно мы задаемся вопросом, для чего Бог создал Израиль, вот Бытие 18 глава 17-19 стих мы говорили, что Бог сначала избирает одного человека и сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя, ходить путем Господнем, творя правду и суд и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Тут вот есть интересный момент. Если про Ноя мы можем сказать, что Ной нашел милость в глазах Господа, потому что он был праведен в роде своем, то Ной был избран потому что то есть у него можно сказать были какие-то заслуги в глазах Господа, хотя заслугами это сложно назвать, так как та же еврейская традиция говорит, что в роде своем это значит, что он был лучшим из всех людей, живших на земле на тот момент, но если сравнивать его к примеру с Авраамом, Мицхаком или Яковым, то его праведность конечно была бы весьма далека от праведности праотцов, но не об этом речь, мы знаем, что на самом деле никто из нас не может сказать, что вот я сделал что-то, чем заслужил Божью милость, Божье благое расположение, и мы знаем, что Бог к нам относится так, только потому что он любит нас, а не потому, что мы чем-то заслужили эту любовь, это как вот как ребенок может заслужить свою любовь, ну, любовь своих родителей к себе до своего рождения, никак, а из Писания мы знаем, что Бог возлюбил человека, прежде чем его создал, но это отдельная история, значит, когда мы говорим о безбрании Авраама, Бог говорит, я избрал его для того, то есть у Бога есть цель, ради которой он обращает внимание на Авраама и говорит, вот этот человек подходит для этой цели, и здесь не говорится о каких-то достоинствах, о каких-то заслугах Авраама, но есть определенная цель, какова же эта цель, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд и исполнит Господь надаврамом, что сказал о нем, а перед этим сказано, произойдет народ великий и сильный и благословятся в нем все народы земли, то есть интересна постановка вопроса, в этом отрывке говорится о создании народа от одного человека и в этом народе благословятся все народы земли, то есть мы можем увидеть такую интересную как бы идею, есть народ вот как некая структура, а внутри этого народа, потому что написано в нем благословятся все народы земли, то есть существует некая структура, как мы прежде говорили, шатер Сима, в который вселяется Иофет, но в этом шатре Сима обитает благословенный Господь Бог Симов, здесь мы видим похожую же идею, есть народ как некая конструкция, как некий шатер, который живет по определенным принципам, то есть ходит путем Господнем творя правду и суд, и в этот шатер призваны вселиться все остальные народы земли. Интересно. Дальше давайте мы посмотрим, значит, что нам Писание дальше говорит, вот Исход 29 глава 43-46 стих, там буду открываться сынам Израилевым, это идет речь о скинии, и осветится место, а нет, чуть раньше, 25 глава 8-9 стих, значит, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них, или внутренних, тоже есть такой перевод, значит, все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте, дальше идет длинное перечисление с подробностями устройства скинии, и 29 глава 43-46 стих, там, то есть в скинии буду открываться сынам Израилевым, и осветиться место сие славою моею, и освящу скинию собрание, и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них, я Господь Бог их, то есть на этом этапе мы видим созидание некого святилища, некой конструкции, в которой Бог желает обитать. Но опять же, в чем? В скинии или в народе? Если, ну, однозначно, здесь речь идет и о скинии, и о народе. Но, интересно другое. Значит, вот исход, 19 глава, 5-6 стих. Итак, если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть, Бог избирает народ для того, чтобы сделать из этого народа некое сообщество, которое будет жить по принципам царства Божьего и будет выполнять некую функцию, будет выполнять функцию именно вот этого храма, этого святилища, этой скинии, вот той самой платформы, на которой в дальнейшем Бог собирается встретиться и призвать к себе другие народы. И интересен еще один момент. Слово мешкан на иврите состоит из четырех букв. Мем, шин, каф нун. И еврейские мудрецы делают такую, ну, делают такой интересный вывод для себя. Значит, мы знаем историю, что Бог заповедовал учредить четыре ветви власти в Израиле. Значит, эти четыре ветви власти это цари, это мелых, это священники каганим, это судьи шовтим, и это пророки навим. И вот интересно, что если мы сделаем аббревиатуру из этих четырех слов, из этих четырех ветвей власти, мы получим слово мешкан. То есть, какова идея мудрецов в этом вопросе? Она состоит в том, что скиния, вот та физическая скиния, которая была показана Маше на горе, и которую должен был построить Израиль в пустыне, это прообраз, но есть еще более расширенный вариант этой скинии, это народ Израиля, который утверждается на четырех ветвях власти, цари, священники, судьи и пророки, и с помощью вот этих четырех ветвей власти создается народ, создается человеческое сообщество, которое живет по принципам Царства Божьего, и которое ставит своей целью возвещать славу своего Творца среди других народов. Значит, дальше давайте посмотрим. Переходим уже к Писаниям Нового Завета. Иоанна, 4 глава, с 19 по 24 стих. Это когда Ишо встретился с Самарянкой у колодца Якова. Очень интересный диалог, там столько интересных идей, но сейчас мы будем говорить только об одной. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ишо говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине. И вот это место вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Оно не совсем корректно переведено, потому что если мы возьмем подстрочник греческого, эта фраза звучит таким образом. Вы поклоняетесь, которому не знаете, мы поклоняемся, которому знаем, потому что спасение от иудеев есть. Или если перевести эту фразу все-таки в более правильное с точки зрения грамматики русского языка форму, то вы поклоняетесь тому, которого не знаете, а мы поклоняемся тому, которого знаем, потому что спасение от иудеев. То есть здесь речь идет о поклонении не чему-то, а кому-то. И понятно, что здесь идет речь именно об Отце Нашем Небесном, о Творце Неба и Земли, боги Авраама, Исаака и Якова. И когда мы посмотрим внимательно на слова Ишуа, собственно, изначально с Амарианкой диалог был как бы о том, что это спор о месте поклонения. То есть в этом месте или в этом храме или в этом из истории мы знаем, что самаряне возводили собственный храм, иудеи разрушили его. Назвая это идолопоклонством, но Ишуа обращает внимание на очень важный момент, что Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине, а выше он говорит, настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. Где Дух и Истина? Ишуа говорит, там, где двое или трое соберутся во имя мое, я среди вас. И эта идея, опять же, не новая. Эта идея присутствовала еще и у учителей Израиля до прихода Ишуа, и она звучала таким образом. Там, где два или три евреи соберутся изучать Тору, среди них прибывает Шехина. Божье присутствие. То есть Ишуа делает акцент не на месте и не на конкретном здании, не на конкретной конструкции, в которую обязательно нужно прийти. Он говорит о сообществе людей, которые исполнены Духом Святым. И это очень важный момент пребывания Шехины, потому что без Шехины смысла нет никакого. Цель прийти к Богу пережить с Ним встречу, поговорить с Ним, пообщаться, получить ответы, получить задания. То есть это нужно понимать. Собственно говоря, вообще отношения Израиля, они базируются, так сказать, на трех столпах. Народ, Завет и Божье присутствие. Значит, и Бог из вышеперечисленного, из тех мест, которые мы прочитали, те пророчества, те слова Божьи, которые мы сегодня затронули, хотя это далеко не все места Писания, значит, мы можем увидеть такую простую идею. Бог избирает одного человека для конкретной цели. Какова цель? Создать народ, чтобы потом вступить в Завет с этим народом и определить условия своего обитания среди этого народа. и мы видим, что эта идея, она присутствует у нас изначально, начиная от Эдемского сада, когда Бог желал встречи с человеком, Бог желал проявлять себя, Бог желал открывать себя, и дальше Бог начинает раскрывать эту идею, реализовывать в истории человечества, в частности, создавая Израиля, Израиль именно как народ священник, как посредник в определенном смысле. И дальше, вот Иоанна 14 глава 6 стих, Ишоа сказал ему, я есть путь истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И для многих не секрет, что путь истинная жизнь, так назывались вот эти определенная череда врат в храме, через которые человек проходил приближаясь к Богу, для того, чтобы принести жертву, для того, чтобы встретиться со своим Творцом. И таким образом мы можем увидеть, что Ишоа как бы утверждает, что я есть тот храм, в котором человек может встретиться с Небесным Отцом. И вариантов никаких нет. Дальше. Значит, 1 Петра, 2 глава, 4 по 5 стих. «Приступая к Нему, то есть к Ишоа, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ишоа, Мессии». И мы видим, опять же, вот идею создания храма, как сообщества людей, живущих по принципам Царства Божьего, из людей, как из живых камней. Давайте мы вспомним Вавилонскую башню. Натуральные, природные камни были заменены кирпичами, чтобы их было удобнее складывать. Бог же идет не таким путем. Если мы вспомним Тору, когда он дает заповедь о построении жертвенника, он говорит о том, что жертвенник не должен слагаться из камней, которым прикоснулась металлическая тесала. То есть, они не должны быть обработанными, это должны быть первозданные камни. То есть, каким-то образом, почему-то Бог хочет работать с нами первозданными, а не с нами обработанными этой цивилизацией. То есть, Вавилон подводит камни, отказывается от камней и приходит к каким-то универсальным стандартам. Наша цивилизация старается всех нас привести к каким-то стандартам, для того, чтобы нами легче было управлять и нас легче было контролировать. Значит, но Бог желает, чтобы в его теле, в его храме мы были как первозданные камни, вот какими он нас создал, такими мы и должны приходить к нему. И он уже знает, где каждое место. То есть, поскольку, поскольку храм строит он, у него есть для каждого из нас свое уникальное место. То есть, мы должны понимать, что, поскольку, поскольку мы не кирпичи, мы не одинаковые, мы камни, и каждый из нас уникален, у каждого свой дар, свой талант, у каждого свои особенности характера, у каждого свои обстоятельства жизни. И вот именно для меня, вот для такого уникального есть свое уникальное место в Божьем строении. И это нас, ну, меня лично это действительно радует и ободряет, потому что, ну, не хочется быть таким, как все, и это нормально. Бог любит разнообразие, так давайте мы будем стремиться к его разнообразию, давайте мы будем стремиться к тому, чтобы у него узнать, кто мы, какие мы, и какое место он для нас приготовил, потому что только на своем месте, которое от Бога, мы можем быть действительно счастливы, действительно успешны, и действительно можем быть благословением для окружающих. Значит, дальше, 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». То есть, опять же, мы видим идею храма, Божьего храма, который, который является, собственно, опять же, человеческим сообществом, которое призвано жить по принципам Царства Божьего. Книга Откровений, 15 глава, 5 стих, «После сего я взглянул, и вот, отверзся храм, скини свидетельство на небе». А если мы вспомним, что Ишуа, когда возвещает ученикам о предстоящих событиях, о сошедствии Духа Святого, он говорит, «И будете мне свидетелями», слово «свидетель», свидетельство, на иврите есть такое слово, которое на русский переводится как «община», это слово в оригинале «эда», оно однокоренное со словом «эдут», свидетельство, то есть, община Божья, она и есть скиния свидетельства, то есть, ну, очень много таких параллелей. И последнее место, «О скинии», 21 глава, с 1 по 5 стих, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Вот интересно, святый город Иерусалим как невеста, невеста – это, собственно, народ Божий. «И услышал я громкий голос небоговорящий, скиния Бога с человеками». То есть, Новый Иерусалим, украшенный как невеста для мужа своего, это скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет с ними, Богом их. Это, собственно, то обещание, которое он дал Израилю, еще когда вывел их из Египта в пустыню. И, собственно, что мы из всего этого можем увидеть и какой вывод мы можем сделать? На самом деле, Бог изначально сотворил человека для того, чтобы иметь с ним взаимоотношения, не просто поговорить, а вот действительно как бы сделать, ну, родить себе сына, которому можно было бы доверить совместное управление вот этой вот сотворенной вселенной, и это удивительно. Значит, и поскольку сотворенный человек в силу своей природы как сотворенный, он не может не грешить, в результате мы видим грехопадение, в результате мы видим, что человек становится в оппозицию к Богу, потому что грех искажает представление о Боге, и человек прячется от Бога, боится встреча с ним, но конечная цель Бога все-таки привести человека в свое присутствие, и проводя через историю, библейскую историю человека, мы видим, что Бог постепенно создает вот эту платформу для примирения, и краеугольным камнем этого примирения является Ишомисия, он сам является этим телом, он сам является этим храмом, и он вводит нас в себя, он приобретает нас в себе для того, чтобы мы были частью этого храма, и ключевую роль во всем этом, как мы видим, играет Израиль, потому что если бы не вмешать, если бы не сверхъестественное вмешательство Бога в жизнь праотца нашего Авраама, Авраам не имел бы этого сына Якова, ой, Цхака, прошу прощения, и не имел бы продолжения всего этого, и не было бы всей этой библейской истории, которая привела в конечном итоге к рождению Мессии, который искупает этот мир, то есть у Бога есть определенный замысел, он вмешался, если бы не вмешался, не было бы Израиля на этой земле, и как мы можем представить себе историю человечества без Израиля, и по большому счету Израиль это созданная Богом платформа, в которой должны реализоваться Божьи принципы, Божьи замыслы, для того, чтобы создать условия для обитания Бога здесь на земле, и для того, чтобы люди, приходящие, желающие прийти к Богу, имели эту платформу, имели возможность прийти, имели возможность узнать, как можно примириться с Богом, как можно восстановить отношения и начать новую жизнь. Поэтому, если мы, как верующие Нового Завета, и евреи, и неевреи, желаем жить в соответствии с Божьим замыслом, и действовать в соответствии с Божьим замыслом, мы никак не можем отбросить Израиль, поскольку, отбрасывая Израиль, мы отбрасываем ту платформу, которую Бог создал, для того, чтобы встречаться с народами и с отдельными личностями. Поэтому, я предлагаю очень помолиться каждому, поразмышлять об этом, и попросить, чтобы Господь открывал все это именно так, как Он это видит. Потому что, на самом деле, вот сколько людей, столько мнений. И это, в принципе, неплохо, но если, вот как сказано, что Иофет должен обитать шутрах Симовых, если мы свой разум не впишем в рамки тех откровений, которые дает нам Бог в своем слове, в Библии, то мы рискуем оказаться вне этой платформы и в конечном итоге услышать не очень веселые слова «Вы кто такие? Я никогда не знал вас, делающие беззаконие». Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok